здравствуйте дорогие друзья с вами компания толеранс ваш надежный проводник и помощник в турции который знает все и я назар давыдов привет с вами компания толеранс я назар давыдов сегодня расскажу об автобусах дорогие друзья пешеходы этот выпуск в первую очередь будет полезен именно вам поэтому усаживайтесь поудобнее сейчас вам все расскажу в нем расскажу как передвигаться по анталии не имея личного автомобиля расскажу также каким программами нужно воспользоваться и какие сайты посетить чтобы просчитать сложный маршрут из одного конца города к другому транспорт в анталии довольно разнообразен в первую очередь надо заметить это то что очень хорошо раздает к наземного транспорта представлена общественными автобусами в котором я сейчас и нахожусь посмотрите какой большой комфортный и кондиционируемый вот когда вы проходите вот здесь вы останавливаетесь и вас снимают денежки так продолжаем хочу вам еще показать вот эти кнопочки которые надо нажимать когда вы выходите с позапрошлого года была видна новая система оплаты проезда теперь оплатить проезд автобусах анталии можно только воспользовавшись вот такой вот карточкой такие карточки приобретаются специальных пунктах которые существуют в несколько в разных районах анталии в районе куни-алты такой пункт находится на главной улице ататюрк джадаси чтобы приобрести такую карточку вам понадобится иметь собой удостоверение личности приготовьте 10 лир и ваша карточка будет готова в течение 10 минут по моему такую карточку можно специально отведенных для этого автоматах у меня вот такая карточка и 20 с изображением ататюрка сейчас я посмотрю сколько у меня осталось на счету на счету осталось 50 круши для этого я беру 20 лир и пламя вот сюда девочка сата и у меня теперь 20 круши 20 лир и 50 круши все я забираю вот мне здесь это самое существо закончено для окей все спасибо носим все спокойно либо в маркетах которые оснащены вот такими вывесками так что не пропустите стоимость одной поездки на автобусе сейчас равна двумя рим 60 крушим заметим что если вы едете с пересадкой то вторая ваша поездка в течение часа будет стоить вам всего одну леру внимание если пересадка произошла не позже чем через час после оплаты первого проезда посадка в автобус проходит она всегда с первой двери сейчас мы покажем как это происходит вот так вот так раз и тогда можно будет проходить обращаем ваше внимание что автобусы содержится в идеальном состоянии автобусы оснащены кондиционерами пандусами для колясок и некоторые автобусы также оснащены экранами на которых транслируется виде ряд с информацией о жизни города и местонахождение автобуса на маршруте в некоторых автобусах даже есть подзарядка юсби перед тем как покинуть автобус вам надо нажать на кнопку стоп которая находится на поручне либо на двери иначе родитель может не остановиться подумает что никого нет и все и был такой поэтому будьте внимательны и не забывайте нажимать на кнопки остановки в черте города обустроены здесь всегда указаны маршруты проходящих здесь автобусов и также номера остановки есть и телефон транспортной службы некоторые остановки оснащены кондиционерами и подзарядкой для телефонов что очень немаловажно согласитесь если вы замечаете нарушение в работе общественного транспорта допустим автобус проехал остановку не остановившись вы можете позвонить по этому указанному номеру и назвать номер остановки на которой вы находитесь и объяснить проблему что мол такого происходит доколе это будет продолжаться конечно ли этого нужно владеть турецким языком поддержки на русском языке как ни странно еще нет здесь вы найдете ту информацию которую нет нигде мы честно говорим и рассказываем о том о чем не говорят или не знают другие старшим уступают здесь гораздо чаще чем у нас в автобусе места для инвалидных колясок есть тоже отведенные специальные места если у вас нет карты то тогда можно купить картонную она будет много дороже но иногда так дешевле чем просто стоять и ждать на солнце лайфхак если у вас нет карточки попросите его пассажиров дать им две с половиной лиры и все будет довольна есть автобусы ужасно вот этот минус может мы это и заслужили своим поведением но не думаю что настолько вам надо приехать на место срок как рассчитать свой маршрут следующий вопрос который часто задают нам для это существует замечательный сайт который называется анталия улашим адрес обязательно в описании анталия тире улашим ком и так далее здесь вы можете задать поиск по районам либо по номеру автобуса у каждого номера автобусов будет прописаны основные остановки по ходу его движения для пользователей современных смартфонов мы советуем установить приложение анталия карт и показать и рассказать про это приложение мы тоже сможем также спрашивайте это супер удобная система которая требует подключения к интернету здесь вы можете не только увидеть какие автобусы будут проезжать ту остановку на которой вы находитесь но также увидеть время через который подойдет следующий автобус что согласитесь удобно также вы можете рассчитать свой маршрут задав начальную и конечную точку своей поездки также через эту программу вы можете пополнять транспортную карту через с помощью кредиткой вот эту карточку поделитесь своим мнением и это обязательно кому-то поможет ну а я еще раз хочу показать вот это место это конечная of многих автобусов саресу и вот таким вот образом водители катают свое время когда отдыхают вот вот такие вот автобусы все в один в один красивые чистые стабло кондиционированность абсолютно все кондиционированы ну и все водители вот в белых рубашках так что можете сами сделать свои выводы спасибо большое с вами была компания толеранс и остается вашим надежным помощником в турции и я назад давыдов диндон дима слома и долги любили мы наконец просто чао друзья пока кого-то зеленый туна ты на это мой друг туна вот у него такой вот замечательный автобус очень красивый город jug hit Привет! Турция очень красивая!